Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в Minecraft в виде Blizzard Pack 1.12.2. Итак, наконец-таки я дождался того момента, когда из железного резервуара всё перекачалось в стальной. Наконец-таки, и сегодня мы с вами будем демонтировать эту вот хрень, а также размещать всё Industrial Craftовское. Что, по крайней мере, у меня есть. У меня у нас, не знаю, как лучше будет сказать, неважно. Так, в общем и целом, я немножечко тут пошаманил. То есть, немного с... Господи, скажи, я скажу, с хранилищем поработал в том крафте. То есть, сделал парочку железных сундучков. Ай, зараза! И, соответственно, распределил вещи, чтобы их проще было искать. Также я ещё хочу сегодня провести трубу от стального резервуара с водой. Вот как раз-таки в зону билдкрафта. То есть, понять, где у меня билдкрафт будет примерно хотя бы. И пока что провести к нему трубу с водой. Именно потому что в плотник нужна вода. А плотником я хочу скоро уже начать активно пользоваться. Потому что торфа у нас достаточно скопилось. Плюс некоторые вещи всё-таки не могут стакаться в блоки. Но стакаются в плотнике, в коробке. То есть, чисто поэтому. Ну ладно. Так, ну а сейчас надо бы чуть-чуть эту территорию закрыть. И будем с вами уже распределить индоострял. То есть, что, куда, зачем, откуда. Плюсом ко всему, я хочу всё-таки уже начать делать улучшение трансформаторов. Для этих... Господи. Идеально. Короче, вот это вот улучшение трансформаторов для... Для устройств, скажем так. То есть, в принципе, на данный момент для меня это не так уж и дорого. То есть, буквально, трансформатор. Трансформатор, это базовый корпус машин, 8 металлических пластин. Два изолированных медных. Два золотых с двойной изоляцией. Фигня вопрос. И ещё электросхема. Ну, стекло это хрень вопрос, само собой. Так что, это будет гораздо проще, чем... Через трансформатор низкого напряжения работать. То есть, подавать это всё дело через... Не напрямую из МФСУ. И... Нет. Не напрямую через МФСУ. А через трансформатор среднего напряжения и низкого напряжения. Подавать в... Какие-либо... Устройства, скажем так. Приспособления. А именно через... Напрямую, скажем так. Так, ну, примерненько. Примерненько, примерненько. Собираем всё вот это вот. Также экстрактор, солнечные панели, сжиматели, стекловолоконы, изолированные. И вот этот берём. А, ну, также молекулярный преобразователь ещё. Итак, для начала. Для начала. Где у меня будет МФСУ стоять? Но, я думаю, зафигарить МФСУ тут. И вот тут. Солнечные панели зафигарить вот буквально от этого места. Да. Так, одна сюда и уходит. Ой, бляха-муха. 2, 4, 6, 8, 16, 17. 17, 18, 19. 19 выйдет у нас стекловолоконного потратиться. Так что пока что будем пользоваться изолированным медным. Потому что выхода у меня не особо много, пока что. Так же поставим вот тут генератор. Полужидкостный вот тут. То есть, таким вот образом их пристыкуем. Хотя, на самом деле, блин, и вправду было бы проще вывести это всё на блок вперёд. То есть, МФСУ поставить вот здесь, а провода за ними проложить. Почему я об этом сразу не подумал, я хрен его знает. Ну, а это я. Сорян. И мне надо гораздо больше металлических проводов. Хотя бы ещё пару десятков. Ну, да, пару десятков. Потому что пока что у меня медные провода нигде не пойдут. По обслуживанию. Ну, само собой, кроме этого. Скажи, я скажу, дьявол. Электросхем. Во. Так, железные печки. Железные печки. Так, давайте для начала. Ладно, хрен с ним, металлоформовочную вот к нему. То есть, буквально вот так, так, так и вот так. И вот так, пожалуй. Само собой, сейчас их подключать, это самоубийство. Трансформатор здесь можно, здесь можно, здесь можно, здесь можно, здесь можно. Итого, мне надо 6 улучшений трансформатора. А в идеале лучше вообще 12. А у меня будет столько вообще? Будет. В принципе, будет. Медных пластин, дохрена. Железных пластин наделаем, медные провода и резина есть. Трансформатор уже один есть. Так, это ему пока что... Ах ты, падла, мне ж надо... Да. Мне ж надо еще вот это вот. А, кстати, молекулярный преобразователь я не поставил. Ну, ему-то вообще пофигу. Ему вообще пофиг будет. И на самом деле лучше, конечно, это все покомпактнее. Воткнуть. А преобразователь я воткну, наверное... Да, вот сюда хрен с ним. Вообще, на самом деле, на преобразователь можно уже сейчас подавать напряжение. Потому что ему вообще по боку. Я могу на него энергию подать напрямую от МФСУ. Ему плевать будет. А все проблемы в том, что у меня энергии нихрена нет сейчас. Так что кряк-то да. Значит, нужна одна воронка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этого дела. И вот этого немного. Собственно, торф закидываем сюда. Так, 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 так. И все поехало. Понемногу, понемногу, но поехало. Опять же, напрямую от МФС запитывать вот эти вот, это самоубийство. Ну, как самоубийство. Убийство их, конечно, но, тем не менее, они взорвутся. Ним хана. Мы с вами это все сами видели. Сколько у меня... У меня пара дробителей по моему экстрактам сдохли. Из-за этого всего дела. Потому что я придурок и забыл, что нельзя напрямую от МФС запитывать вот это вот без улучшения трансформатора. Так, ладно, универсалки пока закинем сюда. Топливо сюда. Печи пока оставляем в покое. Нам нужны кусачки и молоты. Я вот эту цепь у нас закиню. Ну что, значит, делаем до хрена железных пластин. Лятство. Это последняя резина, которая у меня есть. Печальненько. Очень печальненько. Обидненько, досадненько, ну ладненько. Обидненько, досадненько. С другой стороны, могу ее купить, так что как-то похорит, иншатлив будет. Раз, два, три, четыре. Также мне нужно стекло, которое я перенес сюда. Также редстоун. Блин, у меня светокамень кончается. Потому что я светил третий этаж с этим дьяволом, скажи я, с хрустовым крафтом. Так, ну для начала, хотя бы надо парочку базовых корпусов. Да, троечку микросхем как раз-таки. Где-то у меня был уже трансформатор среднего в рецептурах. А, вот оно. Так, так. Значит, два трансформатора среднего напряжения. И идем дальше. Значит, три трансформатора среднего напряжения. Шесть этого дела. Три этого. И вот этого. Хренак. Три улучшения трансформатора. Больше я себе сейчас позволить пока что... 18... 1, 2, 3, 2, 4... Могу. Просто мне нужны молотки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так, значит, мне нужно... Ну, грубо... Давайте четыре молотка сделаем без проблем. Так, соответственно, мне нужно... Кхе-кхе-кхе-кхе... Еще три... Восемь-восемь-восемь-восемь-четыре... А, пофигу, ладно. Сделаем так. Значит, мне нужно... Раз, два, три... Раз, два, три... Идем дальше. Три трансформатора. Раз, два, три... И... Улучшение. Раз, два, три. И... И вот сейчас будет смертельный номер. Потому что я не помню. Вот серьезно, хоть убейте, я не помню. Одного достаточно будет? Или нихрена не будет достаточно? Собака. Я лучше на... Дробители это все проверю. То есть, вот буквально. Одно улучшение трансформатора. Стихловолокно. Сволочь! Где еще и стекловолкно просрал? Шикарно. Нахрена я это делаю, если у меня есть... А, у меня нет уже их, конечно, ага. Окей, допустим. Так, стоп. Дробитель. Я б твою мать, я просрал. Ну вот. Значит, нужно напряжение в две ступени. Кто-нибудь, ударьте меня, пожалуйста. Так. Сколько у нас МФСУ выдает? Две тысячи. Раз, два. Ну, то есть, банально, для того, чтобы напрямую от МФСУ запитывать, наподобие дробителя того же самого. Мне, мать его, надо пять улучшений трансформатора в одну такую хрень запихнуть. Классненько, ничего больше не скажешь. Окей, ладно, такого цена. Хорошо, без проблем, окей. Сейчас ставим экстрактор. Так как... А, второй дробитель же у меня сгорел. Это тепловую центрифугу сюда, сжиматель, металлоформовочку. Печку трогать не будем. Плюс мне надо дохренища Иридия. Дохренища прямо. Но на самом деле Иридия идет куда поглубже, потому что, в первую очередь, мне надо сейчас с трансформаторами разобраться. В первую очередь, трансформатор, а остальное уже потом. Восемь, это хватит на четыре. Пять, шесть. Э, пять. Мне нужно два, четыре, шесть. Семь мне надо. Блядь, твою за ногу. Я дебил или да? Раз, два, три. И здесь четвертый дробитель. Значит, мне нужно восемь трансформаторов. Семь сейчас. Этого хватает на четыре. На пять. На шесть. Ладно. Окей, убедили. А, экстрактор же я подключил? Да, подключил. Надо идти за резиной. Я его, конечно, могу купить, но, блин, мне... Что-то не очень как-то хочется тратить лишнее... Как его? ЕМС на какой-то продукт, который я могу сейчас сам произвести. То есть, те же самые алмазы, это безумно дорого выходит. И то есть, поэтому мне их приходится покупать. Конечно, с болотной землей я хрен его знает, почему я так поступаю. На хрен с ним, ладно. Так, быстрее он, само собой, работать не начал. Так что, чёрт с ним. Чёрт с ним. Вообще, на самом деле... Вообще, на самом деле, мне надо второму крафту дариться. Потому что я тогда смогу фигарить адскую печь, и нафиг мне будут не нужны всякие там другие печки. Не, конечно, индукционная печка, это то ещё, конечно, чудо. В хорошем смысле этого слова, чудо. Но чё-то как-то пока не хочется. Потому что она энергоуровня второго, и, по-моему, она не поддерживает трансформатор. Ну, а плюс к ней нужен улучшенный корпус. Конечно, метеоэлектрическая печка, но там у неё просто железная, тем более. Так что, пока что чертовщина с ним. Пока что мне надо зафигарить трансформаторы. Так, вот как раз на семерых. Как раз на семерых. Само-своё, мне надо больше железных пластин. Думаю, поедет, будет здоровый 8. Ага, хватит. Прислое того, что мне надо по 8 на штуку. Так, 7 этих ребяток. А где все мои медные провода? Да ядрит тебя куда поглубже. Ну, камон. 7 на 6, 30, ой, 42. Пресвятой дьявол. Походим, мне приедут покупать резину. А, вот они где. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. 4 есть. да не думаю что скачусь до этого момента ну ладно но 10 меня не хватает еще все еще не хватает то есть мне нужно еще две микросхемы электросхема следовательно мне надо еще хотя бы так поступить хотя бы так ну блин ну ка не и мне не хватило одного стекла так итогов 8 ой господи 87 трансформатор нет 88 трансформаторов делим на вот это вот все дело и и смертельный номер все работает класс теперь разве что осталось построить еще один дробитель это не дробитель и постоянно дохнут нем 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 у меня где-то был работам два камня три кремня два камня три кремня ставим трансформаторы вниз и шпендерах вся шикарно уже неплохо теперь мне что-то хочется во первых центрифугу повесить рычаг потому что без рычага она работать не будет у меня во вторых пока что все это сюда засунуть почти все ладно просто раскидать вещи чтоб они мне не мешали так но она начала нагреваться это уже хорошо не так уж на солнечная панель нам для этого надобно значит улучшенная электросхема улучшенная электросхема улучшенная матью электросхема кусачки да зря я конечно их всех убирал но блин кому это я стоп не хватает теперь хватает сколько на а тогда хватает 2 электросхема далее ищем рецепт улучшенная электросхема далее далее ну наш тошник блин наш тошник еще ожидать надо переться ватт плюс еще надо делать композит много композита 2 6 а блин бронзовый нет пластина господи кто-то я думаю что-то не то ну допустим 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 нам нужно сделать слиток иридия это соответственно в сжиматель засунуть иридиевую руду и готовим а ну конечно блин мне композита гораздо больше надо мне нужно три таких стекла сделаем поровну для начала сделаем сделаем пока поровну так для стекла у нас готова надо надо ставить ех е-мое надо ставить так и теперь еще раз укрепленная одна укрепленная иридиевая железная пластина и четыре руды считаем считаем четыре шесть восемь десять итого сорок итого мне надо сорок чертового иридии только на квантовый костюм да конечно я знаю что есть тот же самый халитовый костюм где-нибудь под конец дивайна но но команде в кванте гораздо проще как-то ходить ну то есть да считай сорок гребаного иридия мне сюда надо сорок чем не чем не чем не надо обогреватель выключать чем не блин стабильника 1024 еу конечно все пошло звездец ну а стабильника 1024 еу мы получали в принципе есть индейка подключить вот это вот все напрямую сюда но тогда энергия будет поступать не сюда вот сюда будет как-то не очень хотя кстати тепловую надо отключить нафиг 10 композита 10 композита давайте для начала сходим за скажи я скажу глустоуна хотя скорее всего наверное возможно да я сделаю это все-таки на паузе чтобы лишнее время не занимать своим похождениями по аду так что увидимся с вами буквально через секунду тряк ребятушки я тут прямое включение из ада нашел руду вроде светится я хреном узнаю что это такое специально оставилась для записи мне блин интересно чуть такое у лайк для электрон с ну и это ладненько копаюсь дальше еще глоустон собираю надеюсь вернусь когда буду уже наверху и прям здравствуйте я верхнем мире вернулся не помер это сикарненько в общем я решил послать нахрен идею по по поводу сейчас готовки куч иридия тупо потому что ну кому мне энергосистема не справляется с этим всем делом вот серьезно иридий был на уровне 25 процентов а тут у меня уже кончаются запасы то есть буквально почти все кончаются то есть для начала надо само собой энергосистему лучше сделать потом уже заботиться о большом количестве брони следовательно что правильно болен мне нужно еще хотя бы 6 солнечных панелей в принципе можно еще два полу жидкостных построить солнечной пыли не так дохрена набрал конечно как прошлый раз в светокаменной пыли не так уж до хрена но тем не менее хоть что-то так ну значит этим мы с вами будем заниматься уже хотя так сценариум не там делается же правильно еще сейчас поставил но до сценариум делается но капец как медленно капец как медленно к сожалению ну ланька значит мы с вами сегодня подготовимся к улучшенной солнечной панели так слиток иридия композит ой не композит мне нужен не нужен же этот железные пластины мне тут нужны зараза все кончается все кончается блин сделать сейчас ни черта не могу с этим так критиво железная пластина есть есть идем дальше излучающую крепленно мы пока сделать не можем ну что у нас нет части сонариума ну и плюс вот этого вот всего болен так не нужен 4 углы углепластика это 8 углеволокна соответственно 16 угольной пыли нет ни хрена два раз все всего в два раза больше так раз два три четыре итога в сжиматель значится что у нас выходит вот это дело мы сейчас сделаем улучшенная электросхема у меня есть мне нужно еще укрепленное стекло следовательно уран и и свето камень раз два три ладно хватит думаю так выходит настолько одна стеклянная панель излучающих этого мало этого откровенно мало нам нужно три следовательно мне надо больше стекла где у меня но делалось а ну вот но делалось где минный композит 14 соответственно еще два и так два композита здесь 4 тут остаются железные пластины светокамени вот это вот нахрен не надо то есть сейчас мне осталось сделать разве что укрепленную иридиево железную пластину ну и блин дождаться части сонариума уж 30 процентов это конечно еще долговасенько и тут сидя и жопу чесать так пленые иридиево железная пластина взяли далее болин алмазов ни хрена почти уже не осталось алмаз 2 лазурита она конечно 2 лазурита 4 средствовано мечтать не вредно чучело так 2 компа 2 композита сюда солнечная панель сюда же осталось только излучающую укрепленную сделать не ходят части сонариума и мы уже поставим лучшую солнечную панель это классненько безусловно правда сейчас у меня небольшая же пень с ресурсами возникает потому что все это сраное время у меня во-первых нихрена не переплавливается откуда ему переплавливаться если железный печь убрал блин пресвятой дьявол да на индукционку мне не хватает блин я думаю что это за хрень но следовательно что блин следовательно опять городе мы тоже систему может думать у меня есть выбор сейчас в игре у меня выбора нет точно так же как и в жизни неважно 2 воронки 2 стака торфа два двигателя редстоуна 2 деревянных извлекающих 2 рычага 2 сундучка хотя в принципе можно сделать один но железный все пошли творить дичь значится как ням 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 дичь а и а и 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 плавить то, что есть. И плавить то, что есть. Вот так. Соответственно, вся эта хрень будет перенаправляться в железный сундук. Ладненько, допустим. Ну и на передробление ставить, соответственно, железную руду. И только, блин, железную руду, потому что мне ее ни хрена уже нет. По факту, если рассчитать. Ай-два, блин. Не, конечно, можно алмазы сделать из обычного угля. Это можно. Не это. Я даже ничего не это, не алло. Но! Один стак угля это один алмаз. Один из такого обычного угля, именно. Если бы из древесного можно было делать алмазы, и кто-то уже давно в алмазной ванне купался бы. Вот ей дьявол. Но ни хрена подобного. Алмазы делают из обычного угля. Что ни хрена неприятно. И на хрена... Так, пойдем подрыхнем, потом... Дьявол с ним я сделаю еще два полужидкостных. Не должно хватить ресурсов на это все дело. Нефти-то хватит. Вопрос только в... Да, хватит. Правда, мне надо еще два генератора. Ну ладно. Ух, зараза. Вопрос. Не живые-то, смотри-ка. Так, десяток. Плюс мне надо еще... Хотя бы восемь железных пластин. Тупо на всякий случай. Также оловянные провода. Два штуки в изолированном состоянии. И редстоун. Раз штука, два штука. Далее берем две печки. Пихаем сюда. Два генератора. Идем сюда. Значит, мы делаем геотермальный. Нам нужны две железные оболочки, стекло и универсальные эти ребята. Универсальные жидкостные пластины. Ой, жидкостные пластины, жидкостные капсулы. Они у меня пустые-то есть? Есть. Хорошенечко. Так, два геотермалки. Идем дальше. Один полужидкостный. И на второй не хватило, потому что не хватило железных оболочек. Шикардятинка. Стопе. Изолированные минные. Не то. Так, так. Рассеянный с улицы, блин, Маркса. Так, полужидкостные два штуки. И заполняем, чтобы они хоть как-то работали. Энергия всяк поподрее пойдет. Что нам же будет легче. Так, 64 до 54 будет, конечно, маловастенько. Ну ладно, хрень с ним подойдет. На первое время пойдет. Главное, чтобы у меня внезапно не кончилось нефтяное месторождение. Это... Какого хрена ты не прыгаешь нормально? Другое дело. Ну, пока что, пока что, пока что, пока что оно нормально качается. Так что, пойдет. Пока что подойдет. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, качается, значит, пока что есть. Так что, все нормально. Конечно, чтобы сделать стак этих чертовых жидкостных капсул, мне нужно два стака оловянных слитков. Твою... Скример-то сраный. И еще, конечно, мне надо бы на 4 молотка для всего этого дела. Потому что один молоток рассчитан на 70 ударов. А мне нужно, считай, 128. То есть, чуть меньше, чем 4 молотка мне надо. Что, нихрена неприятно, знаете ли? Так, давайте-ка сейчас разделим это все дело. Вот так. То есть, теперь тут будет по 33 ячейки. Это же вся нефть, которая у меня есть. Конечно же нет, блин. Конечно же это, блин, не вся нефть. О, теперь вся. Несколько дней проработают. Так, как у нас тут стоят дела? Ну, пока что это все докапывается. Так, ну и, конечно же, закинем еще железо вот сюда. Пусть качается. Сколько? 81. Ладно. Пойдем посмотрим, что у нас под Таункрафт удаль. И так. Для наполнения нам нужна алхимия. Для ауромантии надо сделать малую и ненастроенную линзу. А для алхимии нам надо сделать как раз-таки слиток алхимической латуни. 5 инструментов и 1 железо. Ну, хорошо. Инструментум у нас... Да. Ммм. Так, сборная кирка, значит, сколько инструментум? 8 дней, значит, один железный слиток подойдет. Также мне надо кварца взять. И свободные ячейки с водой. Точнее, под воду. Пока мы не изучим бесконечную графину с водой, нам... Надо... Ой, как много воды. Кстати, что у нас тут? О, они... На 81% выросли. Зараза. Всего на 80%. Хотя, уже на 81% с другой стороны. Потому что этот процесс и так очень долгий. Так. Значит, раз. Конечно, сделали бы тут где-нибудь бесконечный источник с водой, но... Блин. Опять же, это моя ошибка, что я сделал один блок пролетом. Так, значит, сборная кирка плавает. Железный слиток кидаем, получаем слиток алхим-латуни. И делаем кварцевые осколки. Благодаря чему получаем один вискристалл инструментума и восемь вискристаллов металлума. Остальное мы выпускаем. Так, алхимический алхим-латуни мы получили. Так, далее. Далее. Теорию алхимию и слиток таумиума. Таумиума, да. 5 приконтатио, 5 терр и опять же слиток железа. Но пока что мы этим... Ага. Заниматься не будем. Но! Лавильные эссенции. Плавильные эссенции. Мне нужны все шесть вискристаллов. По одному штука. Четыре, пять, пять, пять сказал. И шесть. На, это столик. Так, завершаем. Завершаем, бляха-муха. Вакуус, лукс, мотус, гелум, витриус, металлум, виктус, мортус. Пермутатио и... И патентия. Да, навертимся мы с этим всем делом, конечно. Вот это вот нам надо. Собственно. Собственно. Магический жир. Один игнис, одна гнилая плоть. Поехали. Игнис у нас есть... Где? Факелы, уголь. Ну, в угле его до хрена. А в факелах... А, в факелах у нас даже игниса нет. Кирпич? Нет. Нет. Ну, хрень с ним. Ладно, возьмем уголь. Неважно, какой уголь брать. Что у нас там должно быть? Гнилая... Стоп. Мне же один игнис нужен. Я где-то видел чисто один игнис. А где его... Кирпич. Кир, мать его, пич. Чё ты, ё-моё. Меня просто переклинило. Я думаю, что нам надо гораздо больше, чем один. Поэтому не взял. А ну ищ как. Значит, бросаем кирпич. И далее гнилую плоть. Получаем магический жир. Ну и, само собой, что там осталось от кирпича. Так, это завершаем. Идём далее. Мы можем делать свечи. То есть, два магические жира и одна нитка равно три свечи. Неплохо и удобно. Ну и так же покрасить их можем. Но, нам нужно сделать, что? Светокаменную пыль, чернильный мешок, сгусток слизи и порох. Соответственно... Блин, алхимия. Я не знаю, где у меня алхимия есть. Тут то же самое. Тут так же и вот. 100 П. А не изменит ли мне память? Светокамень. 10 лукса, 5 сенсуса. Не изменяет. Так, порох, слизь, светокамень. Так, два пороха, два слизи, два светокамня. И... Два чернильных мешка. Почему два, сейчас поймёте. Мы ничего не потеряем. И ничего не обретём, соответственно. Итак. Светокаменная пыль ушла. И светокаменная пыль пришла. Та же хрень с порохом. Со слизью. И чернильным мешком. Тут вся проблема в том, что нужно использовать именно вещи с такими элементами. И потом кидать светокаменную пыль. А не кидать одну светокаменную пыль, потом кидать катализатором её же. И мечтать о том, что у тебя получится три светокаменной пыли вместо двух хрен. Так это не работает. Но в любом случае завершаем. И по итогу. Нам нужно сделать что? Глину. Соответственно, пять воды и одна земля. Нитку. Одна фабрику. Фабрико и пять бестий плюс пшеничка. Далее паутины. Это пять винкулума и ниточка. И ведро. Кинуть пустое, блин, ведро. Пятнадцать тигниц и пять терра. Сразу. Так, это мы сюда скидываем. Это пока сюда. И пойдем посмотрим, как там наш сценариум. Прошу прощения, спать уже хочется. Но я все-таки хочу добить уже эту сраную солнечную панель. И потом уже спокойно союзить идти спать. О, добитая. Шикарно. Так, так. И вот так. Шикарник. И часть сценариума есть. Иначе продолжаем с индустриалом. А где у меня... А, вот они все вещи. Так, лучающая корпоративная пластина. Получается. И мы ставим рецепт улучшения солнечной панели. Херобрин. Шикарненько. Пока что-то все закидаем сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это вот сюда. И улучшенная солнечная панель. С... 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 Изолированным оловянным... Тьфу. Изолированным медным проводом. Почему мне ее постоянно хочется назвать оловянным? Я не знаю. Херак. Выход 32 EU затик. Максимальный. Генерация 8 EU затик. И у нее есть внутренняя емкость в 32 тысячи. Это, разумеется, в разы меньше, чем у МФЭ. Но зато в ней можно заряжать какие-либо вещи. Шикарно. По-моему, да. Но главное, что вот эта вот хрена нас приблизила на один шаг вот к этой хрени. То есть к гибридной гребаной солнечной панели. И опять же, тут единственная проблема остается в том, что, во-первых... Ладно, две проблемы. Первая, это обогащенный сонариум. Который делается... Бляха. Опять за 9 лямов энергии. И также укрепленная иридиевая пластинка в количестве двух штук. То есть это еще 8 иридиевой руды. Ну, а если взять даже... То, что у меня валяется в закромах. То это 7 иридиевой руды нам надо. В любом случае, нужно дохренища энергии сейчас потратить на все это дело. И, к сожалению, еще одну вот такую солнечную панель я не потяну. Тупо потому, что опять же, часть сценариума. И потому, что еще один иридий. Хотя, с другой стороны... По сути... По сути, слиток ириди это я смогу потянуть сейчас. Потому что 9 исколков ириди у меня уже есть. И мне СС только часть сценариума достать. Ну и, само собой, оставшиеся материалы. Так что, почему бы и нет, с другой стороны. Но я, наверное, все-таки дождусь, когда тут более-менее у меня стабильный поток будет. То есть, хотя бы до... Трех миллионов энергий, когда дойдет в каждом МФЭ. И там уже посмотрим, что будем делать. Ну, а пока что... Пока что... Ну, а пока что, ладно, Дьявол с ним. Всем спасибо за внимание. На сегодня завершаем. Всем пока, всем-всем удачи. И до встречи на следующей серии.